К нему обращаются правила веры и образ кротости, и каждый ребенок в России знает, кто такой Николай Чудотворец. Он жил в IV веке, участвовал в разработке христианских догматов, а всенародно любимым стал за свой милосердный нрав и скорую помощь, которая подается по его молитвам. В день памяти святого Николая в каждом православном храме совершают богослужения, а нынешнее торжество, по мнению прихожан, глобального масштаба. Впервые из итальянского баре в Россию доставлена рака с мощами святого. Крестный ход направляется от храма к памятнику в центре Самары. Верующие чтят народные предания о том, как святой Николай явился на этом месте, чтобы спасти молодую девушку Зою, которая допустила кощунственное обращение с иконой на пьяной вечеринке. Но, пожалуй, каждый из участников шествия вспоминает свои случаи по молитвам святого. В истории вселенского христианства вряд ли найдется еще один столь же почитаемый в народе чудотворец. Образ святого Николая всегда был в каждой верующей семье, и в царских палатах, и в крестьянских избах. Причем у каждого есть своя семейная история его чудесной помощи. А многие так и говорят, что Пресвятая Троица – это Христос, Богородица и Святитель Николай. Частица мощей святого есть и в Самарском Казанском храме. Во время крестного хода ее выносят, а возле памятника перед святынями совершается праздничный молебен. Многие люди приходят к нам в храм и просят, преподают своих молитвок к святому. И потом приходят и говорят, да, помог нам-то. Вроде бы мы даже не ожидали этой помощи, но все равно помог. Святитель Николай всю жизнь нам помогал. И с детства, и я помню эту икону, поскольку у нас она была почему-то единственная. И я ему верила, как я думала, что это сам Бог. Вот так вот, так случилось. И он всю жизнь меня сопутствует и все время мне помогает. В Казанском храме Самары приглашают всех верующих присоединиться к шествию. Крестный ход от церкви до памятника святому Николаю будет совершаться каждый четверг вечером. Олег Зверев, Константин Головин. События.